Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Итак, вы пишите, недавно мои отношения с другом переросли в секс без обязательств. Меня всё устраивает, кроме одного существенного момента, что мой друг толстый. Сначала, когда мы первый раз приспали, я вообще получил мини-психотравму, несколько улыбочек. Через какое-то время мы с ним обсудили это. Он расстроился, но ничего делать со своим весом не стал. По-моему, я как-то привыкла, что ли. Мне его хочется, но я всегда испытываю какой-то дискомфорт. Мне именно неприятно. Толстые люди очень потеют, в постели тоже потеют. И ещё у него есть проблемы в постели, как мне кажется, из-за лишнего веса он долго не может кончить. Причём, сам он никогда бы не переспал с толстой. Вообще, я не знаю, как ему сказать, что пока он не приходит в себя в порядок, стать я с ним не буду. Он говорит, что я типа навязала ему комплекс, у него всё хорошо было. И вообще, и вообще, посты много кому нравятся. Вот как-то так. Вопрос в том, как сказать это, чтобы его не обидеть. И ещё вопрос мне просто любопытно. Человек с лишним весом полностью психологически здоров? Ну, отвечая на ваш второй вопрос, можно сказать, что никакой связи веса и психологического здоровья нет в принципе. Поэтому за этот счёт можно быть спокойным. Вот. Безусловно, безусловно существуют такие истории, как нарушение пищевого поведения. И нарушение пищевого поведения может быть и болезнью. Вот. И считается, что это психическая болезнь. Вот. Правда, не всегда и не во всём, и не полностью. Но корреляции именно, что с лишним весом и психическим здоровьем нет. Потому что здесь может быть обмен веществ, наследственность, генетика, склад как склад, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ у которого как раз таки есть полнота, и это абсолютно нормально. По-моему, называется пингвик, этот склад тела. Дальше, что касается второго вопроса, как ему это сказать, чтобы его не обидеть. Ну, мне кажется лично, что вы ему уже об этом сказали, иначе бы он не сказал, что вы навязали ему комплекс, поэтому я не очень понимаю, что именно вы хотите сказать, если вы уже с ним поговорили. С другой стороны, если вы говорите именно о том, чтобы сказать ему, что пока он не приведёт себя в порядок, вы не будете с ним подвлекать вопрос, тогда вообще о контексте ваших отношений, и о том, как вообще вы друг друга воспринимаете. Смотрите. Вы говорите, недавно мои отношения с другом переросли в секс без обязательств. Супер. Если это так, супер. Но не совсем понятно, каким образом это произошло. То есть вы оба согласились на это, но вы же знали, что ваш друг полный, какие проблемы здесь. Видите ли, после того, как вы переспали, вы почему-то не ожидали, что ваш полный друг будет обладать теми, в общем-то, физиологическими особенностями, которые есть у всех полных людей. Вы правы, полные люди действительно склонны к полноте. Хотя, опять же, потливость не имеет прямой связи с лишним весом. Вот. Потому, ну, могут потихть, в принципе, люди и худые, поэтому тут связи нет. Но, обратите внимание, абсолютно нормально, что вам, может быть, неприятно, как бы, находиться в постели с полным или подливым человеком. Это нормально. И обычно, в данном случае, это компенсируется, компенсируется чувствами, компенсируется любовью, компенсируется какими-то эмоциями, компенсируется ценностным окрасом человека для партнёра. В вашем случае, это просто друг и секс без обязательств. То есть, по сути, отношения для удовольствия. И это нормально. И поэтому здесь вам, естественно, неприятно, и вы не собираетесь это терпеть. Но, почему-то вы решили, что ваш друг должен меняться, меняться ради вас, меняться для вас. Хотя он вам ничего не должен. Как и вы ему ничего не должны. Понимаете? То есть, мне кажется, что здесь проблема, в первую очередь, ответственности. Проблема ответственности, которая заключается в том, что вы, выбирая в качестве интимного партнёра, полного человека, не желаете признавать все особенности полного человека и требуете от него, чтобы он изменился. Хотя с какой статьи он должен меняться для вас, не совсем понятно. Поэтому, я думаю, что вы вправе выбирать себе партнёров для интимной жизни, как их угодно. Но вы также и выбираете некоторые особенности. И, ожидая, что люди изменятся по вашему желанию, я бы сказал, что несколько оптимистично. Несколько наивно. Кроме того, вы говорите, что привыкли, что вам его хочется. У меня есть ощущение, что вы как будто бы не определились аноним. Поэтому, я думаю, что лучший способ донести до человека то, что вам не нравится, это сказать откровенно то, что вам неприятно и всё избегает таких мастер-меней, как ты и так далее. То есть, например, не ты мне не нравишься, а мне не нравится потливость, да, и так далее. Вот. Но для начала, мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы разобрались в себе и как-то более полно, если угодно, прояснили свою позицию. Потому что то, что вы с человеком в отношения вступаете и вроде как вас всё устраивает. Потом выясняется, что вы не ожидали, что ваш друг полный. Потом выясняется, что вы привыкли и вам его всё равно хочется. Потом выясняется, что вас всё-таки напрягает то, что он, значит, потеет и то, что он не может кончить. Да, долго. Хотя, опять же, связи с лишним весом здесь нет. Невозможность долго кончить, это не имеет отношения к весу, это имеет отношение к немножко другому аспекту. Здесь вовлечена общая сексуальность, чувствительность, возбуждение и ещё ряд особенностей, ряд факторов. А вы как-то всё это пытаетесь ввести к лишнему весу. Что, на мой взгляд, не совсем конструктивно. И основная проблематика мне видится в том, что вы именно что пытаетесь человека поменять? Вы именно пытаетесь его переделать под себя? Это, я бы сказал, не совсем дружеское восприятие человека. Так что, вам нужно с этим моментом тоже определиться. Ну и, да, в тот момент, когда вы вступили в интимный связь, вряд ли вы продолжаете оставаться друзьями. Так как случаев очень-очень немного. Вы уже сейчас себя, по большому счёту, ведёте как муж и жена, да? Вот, вы пилите мужчину, в общем-то, как жена, говоря ему о том, что ты толстый, давай худей, я с тобой спать не буду. Это как бы классическая манипуляция. И вот эта вот классическая манипуляция, это родом из вашей семьи, семейная модель поведения. Поскольку, в целом, эти отношения, которые вы описываете, не вызывают чувство гармонии, в том смысле, что, ну, выбрали вы человека для отношения без обязательств. Ну, наслаждайтесь этим, всё в порядке, но у вас даже в таких отношениях без обязательств, да, начались стёрки. Да, то есть, обратите внимание, отношения без обязательств. Предполагают, что никто никому ничего не должен в сексе без обязательств. Вы же как раз-таки накладываете обязательства на молодого человека. Как вот, кстати, не понятно. Вот, поэтому предлагаю вам со всем этим разобраться. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Обращайтесь! Поехали! Продолжение следует...